Станислав Родионов. Опасный раритет. Повесть. Искатель. 2003 год. Номер 4. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Глава 1. Кафе «Кровавая мэрия» не стремилась к элитности. Оно стремилось к прибыли. Поэтому здесь можно было увидеть пивную компанию в бутылочном частоколе и чистенький столик с цветами и шампанским. За таким, с цветами и шампанским, сидел мужчина лет тридцати, выделяясь тем, что на его столике ничего, кроме цветов и бокала вина, не было. Пожалуй, скорее выделялся элегантностью, как дирижер, попавший в торговые ряды секонд-хенда. Сделав глоток, он рассматривал зал любопытствующим взглядом синих блестящих глаз. В дневное время половина столиков пустовала, и смотреть в сущности было не на что. Если только на дежурную фигуру, которая обычно болтается в каждом питейном заведении средней руки. Частично бомж, потому что днем деваться ему некуда, частично халявщик, потому что выпить не на что, а главное азартный собеседник, разумеется, после дармовой выпивки. В кровавой мэрии он обитал давно, никому не мешал, и, пожалуй, даже наоборот, беседами о жизни и политике способствовал молодежному пивному застолью. Да и смешноват был. Расточка подросткового, и с чертами лица такими мелкими, что хотелось разглядеть их в лупу. Камизма добавляла камуфляжная форма, сидевшая на тщедушной фигуре, как распятая на палках. Он подошел к парочке, намереваясь попросить пивка и затеять разговор. Но в кафе появился милиционер, который опытным взглядом вычислил, кто тут лишний. Их несдержанный разговор привлек внимание. «Опять болтаешься?» – спросил милиционер тоном, за которым обычно следует действие. «Я ветеран афганской войны». «Да ну!» «И ветеран чеченской войны». «Может, еще какой?» «Да, еще». «Я участник операции «Буря в пустыне». Милиционер взял его локоток, чтобы выпроводить. Столик с цветком и шампанским ожил. Мужчина встал и неспешной походкой приблизился к милиционеру. «Товарищ сержант, моя вина». «Не понял». «Действительно не понял, сержант. Я преподаватель театрального института, а это мой студент. Мы отрабатываем, так сказать, в естественных условиях этюд «Солдат вернулся из Чечни». Сержант оглядел преподавателя. Широкоплечий, выше среднего роста, с пышными темно-каштановыми волосами, лежащими волнами. Синий взгляд суров до блеска. Не то загар южный, не то кожа смуглая, а куртка светло-кремовая под цвет волос. «Натурально играет», — улыбнулся сержант. Отпустил ветерана, выпил чашку кофе и ушел. Преподаватель театрального института вернулся за свой столик. Ветеран всех последних войн проследовал за ним, как собака, которую вытащили из-под колес. «Спасибо, мужик». «Да ты присядь», — велел преподаватель. «Выпьешь?» «Соточку можно». «Как звать-то?» — спросил театральный преподаватель. «Васек». «Но по жизни челнок». «Почему челнок?» «Кликуха такая. Лет пять назад имел я свой бизнес, ездил в Турцию за кожей, да вышел облом». «А вас как?» «Григорий Андреевич». «Но поскольку ты челнок, то я Голливуд». «Как это?» «Когда-то в фильме снялся. Вот кликуху и присобачили». «Знакомство без застолья, что пьянка без матюшка». «Бокал с шампанским обернулся бутылкой, разумеется, с шампанским. Сто грамм водки превратились в ноль пять, разумеется, той же водки, но облюдце с бутербродами обросло тарелками и тарелочками с колбасой и сырком, огурчиками и помидорчиками. Застолье двух несовместимых людей здесь никого не удивляло. «Мордатые парни в коже частенько угощали сирах мира сего». «Чем промышляешь, челнок?» «Что Бог подкинет?» «И подкидывает. Когда пустые бутылки, а когда и деньжат бросит в подноги. Этим можно прожить?» «Живут и я форточками. Не уловил?» «Голливуд, ты глянь на мои плечи. В любую форточку пролезут». «Ну и много наворовал. Из имущества у меня только тросы, которые стираю в ванной, пока жена не видит». Голливуд с плеч перевел взгляд на лицо. Нечто кукольное, сделанное не из фарфора или, допустим, плюша, а из лежалого некрепкого дерева. Маленькие глазки где-то там, внутри лица. И лучше бы не улыбался. Мелкие острые зубы придавали чертам нечто хорьковое. Сидел, между прочим, поинтересовался Голливуд. «Как в России без этого?» «Большие сроки?» «Ловил я рыбку, где берег пониже, да червяк пожиже. Скажем, первая ходка». Лез в окно пацаном, чтобы бесшумно выдавить стекло, намазал его вареньем. Челнок выпил осторожно, с оглядкой, не привыкнув быть полноправным клиентом, но поскольку бутылку ополовинилась, клиентом он себя все-таки почувствовал и спросил в открытую. «А ты, Григорий Андреевич, то есть Голливуд, и верно учишь артистов?» «Я ставлю трюки. Фокусы?» «Да, вроде. Кроликов из шляпы достаешь». «Ты из квартир что доставал?» «Что придется, включая жратву. Поэтому у тебя из имущества одни трусы, а я из квартиры достаю раритеты». «Воруешь?» «Похож я на вора». Челнок смотрел. «На артиста и похож. Хотя бы волосы каштановые лежат волнами, между прочим, тремя, над лбом, на макушке и на затылке. Оборотка. Не каштановая, темнее, аккуратная, как волосяная коробочка. И вот какое дело. Выпив граммов триста, челнок разглядел у артиста усики формы птички, сидевшей на губе и распустившей крылышки. «Голливуд Андреевич, а что это за раритеты?» «Допустим, ты берешь магазинную кассу. Оружие, сила, короче, ограбление. А в кассе всего-то оказалось тысяч пятьдесят деревянных. А если взять у гражданина иконку шестнадцатого века? Тоже пятьдесят тысяч, но баксов. Главное, без стрельбы, без насилия, без масок и шума». Голливуд говорил смело, уверенный, что понимают его смутно. Да и кто поверит этому недомерку в камуфляже не по росту? Но недомерок задал трезвый вопрос. «Андреевич, значит, ты квартиры шмонаешь?» «Я через форточку, а ты через дверь». «Запомни, я ставлю театральные этюды». Вместо того, чтобы запомнить, челнок решил допить водку. Голливуд поморщился. Он чуточку пережал. Изделие в печи перестояло, но перестоявшее изделие спросило почти трезво. «Голливуд, от меня чего хочешь?» «Почему считаешь, что я чего-то хочу?» «Такая жирная халява, а?» «Хочу», — признался Голливуд. «Я нуждаюсь в ассистенте». «Это кто?» «Который кролика в шляпу прячет», — раздраженно буркнул Голливуд. «Плавающим взглядом челнок всматривался в своего нового знакомого, пробуя все-таки понять, что ему нужно, но вместе с взглядом плавал и Голливуд. Ага, учит артистов. А откуда у него шрам? Вернее, шрамик. Даже рытвинка, идущая по правой щеке от носа к верхней губе. Небось, пьяный студент шпагой ткнул. «Андреич, нет у меня кроликов». Голливуд отодвинулся от стола и начал глазами отыскивать официантку. За столью пришел конец. Челнок протрезвел, почуяв уплывающую халяву. «Андреич, приколы приколами. А мужик я верный. Алкаш. Это грех общенародный. Может, в тебе есть что-нибудь похуже алкоголизма? Ты случаем не гей? Ни в коем разе отмежевался челнок, хотя не знал, что это такое. — Значит, натурал? — Да, я в натуре, — рассудил челнок про себя, — что все натуральное лучше синтетического. — Василий, мне нужен верный помощник. — Это я, — заверил челнок. — Завтра на трезвую голову обсудим первый этюд. Здесь же, в это время. Не пить даже пиво. — Водочку докушаю, Андреич. — Кстати, на Барбадосе пьют только ром. Глава вторая Майор Леденцов пришел в Руфт пораньше. Он так считал. Но в коридорах уже сидели-бродили люди. Нет, не сотрудники. Терпилы, то есть потерпевшие. Те, которые пострадали за прошедшую ночь. Только за одну. В прошлое воскресенье Леденцов ездил на дачу к брату, который весь день боролся с насекомыми-вредителями. Майору понравилось название этого насекомого. Образное. Не прибавить, не убавить. Плодожорка. — Плоды, значит, жрет. Но поразило другое. Плодожорки и всякие тли приспосабливаются к ядахимикатам. Нужно изобретать новые. К чему вспомнилось? Вот к чему. Принимаются новые законы и постановления с пулеметной частотой. Всякие решения и правила усиливают и смягчают. Изобретаются чуткие приборы. Делаются хитроумные запоры и непробиваемые сейфы. Преступники же приспосабливаются к нововведениям с норовистия плодожорки. Почему граждане не шли к дежурному? Или уже были? Леденцов отпер кабинет, возле которого дремал гражданин весьма почтенного возраста. Держать старика в коридоре негоже. И хотя сперва надо было бы ознакомиться со сводкой происшествий за сутки и забежать к начальнику РУВД, майор старика пригласил. «Заходите». «Обокрали мою квартиру на ходу», — поведал старик. «Запоры сломаны?» «Целы?» «Как же проник, вор?» «Я сам впустил». «Он применил силу?» «Нет, я пригласил его по телефону». «Пригласили обокрасть», — усмехнулся майор, уже жалея, что связался с нудным стариком. «Двадцатилетний стаж работы приучил к скрупулезности, которая не всегда нужна. Молодые ребята разбирались с заявителями, как белки с орехами. Случались ошибки, но и производительность была. Старик, у которого оказался сильный внушительный голос, майорскую усмешку подавил. «Я пригласил кран исправить». «Водопроводчика?» «Именно!» «Он и обокрал?» «Больше некому». Леденцов пожилым сочувствовал, особенно старикам-мужчинам. Бабуси при грабеже могли раскачаться, женщины убегали. Мужики и парни оказывали сопротивление. Старикам было не убежать, не оказать сопротивление. И на помощь не позвать, потому что мешала мужская гордость. Все-таки он спросил. «Вор применил к вам силу?» «Нет». «А как?» «Украл незаметно». «Подробнее, пожалуйста». «У него были инструменты и длинный кусок узкой трубы». «Думаю, в трубу спрятал». Майор уже хотел было отправить старика к тому оперу, который займется делом непосредственно. Но труба заинтересовала. Что можно в ней вынести, да еще в узкой? Бриллианты насыпать. Что украдено? Сабля. Холодное оружие. Историческое реликвия. Что в ней исторического? «Ее вручил моему отцу сам Буденный. Дамасская сталь, позолоченная рукоять и, главное, гравировка за отличную рубку. Сабли цены нет». Леденцов задумался. «С одной стороны, кража серьезная, ибо вещь уникальная. С другой стороны, розыск пустяковый, поскольку вор известен. Во всех случаях это преступление нужно регистрировать и взять водопроводчика по горячим следам». «За отличную рубку кого?» «Кого надо?» Нелюбезно ответил старик. «По-моему, никого не надо». «Для чего же здесь сидите?» «Разве головы рубить?» «Защищать народа, население», подсказал старик. «Защищаем, но по закону». Да защищались ребятки. Петр Первый из захудалой Московии создал империю, а вы из империи сделали захудалую Московию. Спорившему, кажется, что уступить, значит признать поражение. В другой ситуации Леденцов согласился бы во многом, но логика споривших опрокинута. «Чем больше правды в словах противника, тем сильнее их взаимное отторжение». «Во сколько оцениваете саблю?» Выбрал майор вопрос подальше от политики. «В двадцать тысяч долларов». «Но суть не в деньгах». «Сейчас вашим делом займется лейтенант Чадович. Пройдите в восьмой кабинет». На выходе старик вроде бы споткнулся, хотя не что, порожка нет. Старик споткнулся о собственный вопрос. «А почему дверь в РУВД железная?» «Все-таки милиция». «Говорят, на ночь запирается и есть звоночек». «Был случай, что вошли к дежурному ночью с автоматами и открыли стрельбу». «С тех пор вы и боитесь осторожность». «Господин начальник, да вы должны окна и двери нараспашку. Не бояться, а вызывать бандитов на себя и бить их на месте». Майор подошел к окну и открыл форточку. Глава третья. Малый стаж работы сказывался даже в пустяках. Чудович просматривал архивные бумаги и споткнулся на непонятку. «Бомж» и «три». Аббравиатура «бомж» теперь и ребенку известна, без определенного места жительства. Но что значит цифра «три»? Осенило не сразу. Это не цифра, а буква. Без определенного места жительства и занятий. Слово «занятий» отмерло, потому что работать стало необязательно. Человек рождается для счастья, а не для работы. Майор Леденцов утверждал, что моду не работать мы переняли от американских негров. У них можно получать пособия и ничего не делать. Вошедший старик оглядел большой кабинет с четырьмя пустыми столами, за которыми никого не было. Правда, за одним сидел парень с русами, кудрями до плеч, и безмятежно голубыми глазами, который оперативникам никак быть не мог. Но он сказал «ко мне, ко мне». Все-таки оперативник, потому что потребовал паспорт, заставил рассказать все заново, на машинке отстучал три листка текста и задумался. Не о том, как поймать водопроводчика. Даже если тот успел саблю сбыть, дело не стоило выеденного яйца. Проблема в другом. «На сабле зарубки есть?» «Какие зарубки?» – удивился старик. «Ну, отметки». «О чем отметки-то?» «Об отсеченных головах». Чедович надеялся, что уголовное дело сейчас лопнет, не начавшись. Старик встанет и обиженно уйдет. К полковнику с жалобой. Но старик ухмыльнулся философски. «Сцепление всего совсем неизведано». «Оно, конечно», – согласился Чедович. «Допустим, не будь этой сабли, не сидел бы ты сейчас в должности оперуполномоченного. А где бы я сидел?» «Нигде бы не сидел, а вкалывал бы на господ, да спал бы в ночлежке». Чедович улыбнулся. «Он любил упертых стариков. Но упертому старику нужна сабля. Начинать надо с обыска у водопроводчика». Впрочем, тот мог выдать ее и без обыска. «Надо ехать». Дежурная машина подвернулась. В пути лейтенант пытался отогнать неясно липнувшую мысль вроде паутины на глазах. Он посматривал на старика. «Не от него ли ползут сомнения?» «Не от него». Чедович сообразил, что показалось ему странным, тонкая труба, с которой пришел сантехник. «Зачем?» «Его же пригласили починить кран». Они прошли в жилконтору. Дежурная обрадовала. «А у нас работает только один сантехник. Ботвиньев». «Где он?» «Сейчас вызвоню». Ботвиньев оказался мужиком средних лет в комбинезоне с красновато-равнодушным лицом. Оперативник представился, надеясь в это лицо внести некоторую сумятицу. Ни красноты не прибавилось, ни равнодушия не убавилось. Видимо, орешек непростой. Чедович сурово вопросил. «Гражданин Ботвиньев, были вчера в квартире номер восемнадцать?» «Нет, не был». «Как же не был?» Взвелась работница жилконторы. «Я же лично тебя направила». «Направила», — согласился Ботвиньев довольно-таки спокойно. «Но я не дошел». «Почему?» «Что-то меня отвлекло. Что же вмешался оперативник?» «Не помню, кто-то из жильцов». В туповатой тишине, когда всем нечего сказать, прозвучал уверенный голос старика. «Это не он». «То есть», — удивился Чедович. «Другой был. Небольшого роста, щупленький, мелкозубый, прыткий». Туповатая тишина как бы покрепчала. Лейтенант глянул на работницу жилконторы, та пожала плечами. Заявка была выполнена. Жилец больше не обращался. Детектив на мелком месте. Но следователь прокуратуры Рябинин говорил, что сложность расследования зависит не от количества тропов и не от ценности украденного, а от загадки. Чедович придвинулся к сантехнику на минимальное расстояние. На этом расстоянии очень неудобно смотреть друг другу в глаза. Поэтому сантехник взгляд отвел и даже повел его подальше, в угол жилконторы. «Ну?» — спросил оперативник. «А чего?» «Будем чегокать или поедем». «Куда поедем?» «В РУВД. В следственный отдел». «Товарищ опер, зачем ехать?» «Хотел воду перекрыть, и до бабе надо бы народить семечки». «Шел по вызову, а в сквере мужичок попросил закурить, а потом пивка предложил, и водочка у него нашлась». «Развезло меня, как горячий студень. Он и предложил сходить в квартиру за место меня. А я заснул на скамеечке. Вот и вся казуистика. Мы частенько друг друга подменяем». «Раньше-то его в жилконторе видел? Не приходилось. Какой он из себя?» «Старик верно его нарисовал небольшой, щуплый, мелкозубый, прыткий». «Говорил он, кто, что, откуда. Мы не разговаривали». «Почему же? Так ведь и выпили». Чедович представил, как он доложит майору, что одним глухарем стало больше. Квартирная кража. Глава четвертая Обернутая белой тканью, затянутая в полиэтилен, оклеенная скотчем, сабля походила на почтовую бандероль необыкновенно узкой и длинной формы. Они сидели в зале почтового отделения. Голливуд заговорил, видимо, уже сказанное не раз. «Адрес запомнил. Звать Альберт Витальевич. Очень крупный коллекционер. Хорошо известен за рубежом. Любит точность. Велел быть ровно в 20.00». «С тобой за работу расплатиться сразу». «А с тобой?» — рискнул челнок на вопрос. «Васек, ты можешь пролезть в любую форточку». «Но есть такие форточки. Пролезть пролезешь, а обратно не вылезешь». «Понял, Андреич». Голливуд все-таки решил немного объяснить. «Если нас вместе увидят, то всем делам конец». Челнок заметно преобразился. Точнее, это сделал пиджак. Длинный, чуть ли не до колен, наверное, для увеличения роста. Из грубой двойной ткани с пуговицами от ширинки до подбородка. Цвета импрессионистского, где сочетались все оттенки, кроме красного, и сочетались не мягко, а крупными мазками. Может быть, под пиджаком была и рубашка, но ей неоткуда было выглянуть на свет Божий. «Иди», — велел Голливуд. Челнока принимали на кухне. Мебель эмалиевого покрытия под слоновую кость. Ламинированный пластик, мойка из цветного фрагринита. Метлахская плитка. «Про тебя Голливуд рассказывал», — сообщил Альберт Витальевич глухим зажатым голосом. «Наверное, от огромной груши, которую он чистил и ел, не предлагая гостю, от хозяина текло спокойствие. От его светлых широких глаз, от неспешных движений, от белесо-лысой головы. Видимо, он был пузат, потому что носил свободную светлую поддевку, похожую на китайский китель. «Нынче современность», — сказал он, хотя Челнок и не спрашивал, что нынче. «Ага», — все-таки согласился он, — «ты принес мне свою саблю». «Она не моя, циц. Мне не важно, где ты ее взял. Я занимаюсь частным бизнесом. Гражданин приносит мне вещь, я покупаю и перепродаю. А откуда эта вещь меня не касается?» «Ты небось подумал, что скупаю краденое?» «Ничего я не подумал», — соврал Челнок, — «потому что все-таки думал, где бы выпить граммов сто-двести». «Молодой человек, скупать краденое я не могу по одной объективной причине. Я беру только раритеты, а частники хранят их в своих квартирах, как зеницу ока». Альберт Витальевич отсадил от груши кусок размером с сигаретную пачку. Челнок решил, что это ему, гостю, поскольку нерезаным он в рот бы не вошел. Но кусок вошел ему, хозяину, и не только вошел, но и не мешал говорить. «У высшего и среднего класса тусовки клубы «Мерседесы» турпоездки, а чувствуют, что их жизнь проходит мимо». «Почему?» «Потому что по телеку хреновые передачи». «Потому что все проходит. Кроме чего?» «Кроме денег», — догадался Челнок о Вечном. «Все проходит, кроме раритетов», — объяснил Альберт Витальевич. Челнок непонятливо молчал. «Хозяин откуда-то из-за спины достал небольшую бронзовую фигурку мальчика и показал». «Что это?» «Фигура». «Бронза. Ей лет без счету. Она вечно. Я ей говорю. Хочешь остановить время — собирай раритеты». «А красота?» «Оттуда же из-за спины он достал футляр. Видимо, для часов». «По-твоему, из чего он сшит?» «Из бархата». «Не угадал». «Сплетен из волос». «Из чьих волос», — теперь удивился хозяин. «Любимой женщины». «Нет, футляр сшит из кожи. Но чьей?» «Любимой женщины», — настаивал Челнок. «Футляр сшит из кожи страуса». Челнок вздохнул тоскливо. Не от жалости к страусу, а от некоторой сосущей пустоты в душе. Альберт Витальевич понял его правильно, поскольку разбирался в более сложных вещах, вроде футляров из птиц. Он встал на свои короткие ножки, выловил в буфете бутылку и налил. «Челноку фужер водки — это граммов на двести». «Без закуски. Оно и понятно, чтобы градус не портить». «Челнок, ты мужик? Неужели баба?» «Поэтому о моей работе никому ни слова. Уголовного в ней ничего нет. Но могут заставить взять патент на частно-предпринимательскую деятельность». Поскольку челнок фужера отправил по назначению, то с прихлынувшей энергией заверил «Альберт Васильевич, промолчу, хоть в задницу электрический утюг загонит». «Передай Голливуду, что покупатель на саблю уже есть. А с тобой рассчитаюсь». И протянул купюру в сто долларов. В душе челнока затрепетало так, что он высморкался почти слезливо. Хозяин улыбнулся. Его расплывшаяся светлая фигура походила на громадную пельменину с ручками-ножками. Глава пятая На второй день чудович таки доставил сантехника в РОВД для подробной изматывающей беседы. Не мог человек ничего не запомнить о другом человеке, прообщавшись с ним час. Допустим, пили, и сознание затуманилось, но это потом, когда уже взяли по второму-третьему стакану. На первых же порах водка, наоборот, все чувства обостряет. Это чудович знал по своему малому опыту. По своему опыту, но перед ним сидел человек иного опыта и другого возраста. Поэтому сперва надо узнать, кто перед ним. «Итак, Ботвиньев, у вас десять классов?» «При чем тут это?» «Среднее образование, а пьете». «И с высшим пьют». «Да, но с высшим закусывают». «Какая тут связь?» «Если бы закусили, то свою работу чужому водопроводчику не передали бы». «Случайное стечение обстоятельств». Его широкое лицо из красного сделалось буром. От подвальных ли холодов, от волнения ли, от пива. В конце концов, не исключалась версия о сговоре двух сантехников. И Чудович впервые подумал с решимостью, что надо уходить туда, где происходят крупные события. «Бандитизм, наркота, убийства». «А здесь ничего, кроме разбора пьянок, драк да мелких кражонок, ничего не будет. Погрязнешь». «И у него вырвалось почти по-дружески». «Работаю недолго». «Бутылкой по голове, кулаком по морде, вынес телевизор, обчистил машину». Лейтенант умолк, споткнувшись о логику. «Он же работает над раскрытием серьезной кражи уникальной сабли. И все-таки Чудович мысли закончил». «Натуральный бомжатник». «Это опер зря. В нашем районе выходит газета «Новые горизонты». «К чему говоришь?» «Я в ней сотрудничаю». «Гаечный ключ свободно представлялся в толстых пальцах сантехника, но авторучка, уж не говоря про компьютер». Придавив улыбку, лейтенант спросил. «Наверное, статьи о протечках?» «Зря опер губы кривишь. Я сочиняю афоризмы». «Но все-таки о санузлах?» уже откровенно улыбнулся Чудович. «Почему же? Обо всем. И про милицию?» «Пожалуйста». «Был опером, был ментом, был лейтенантом, а человеком никогда не был». «Хамиш Ботвиньев». «Резонно улыбнулся Чудович». «Сами просили?» «Могу и рекламу». «Ну, про парфюм?» «Наша туалетная вода имеет устойчивый и нежный аромат, как в туалете». «Даже малый сыскной опыт Чудовича подсказал, что виноватый так свободно себя не ведет». «Оставалось говорить о деле». «Ботвиньев, опиши мужика подробнее». «Я уж это сделал. Маленький, неказистый. Соплюй перешибешь». «Раньше его видел?» «Нет, впервые». «В вашем деле он разбирается?» «Да, сечет. У него инструмент был». Сантехник замешкался и, взглядом поискав ответом лица оперативника, выждав, Чудович спросил, «Что?» «Не пойму, зачем у него был кусок трубы, метра в полтора?» «Лейтенант знал зачем». «Спрятать саблю». «И все-таки непонятно, почему в сознании Ботвиньева не зацепилась ни крохи информации? Сидели, пили, чокались, трепались. И ничего?» «Ботвиньев, как же ты домой попал?» «На автомате». «Не помнишь?» «Лейтенант, афоризм в том, что до встречи с этим коротышкой я вдел пару стаканов сухонького. А то чего бы я стал его вином угощаться?» Чудович селился вспомнить занятия по психологии. Давались какие-то советы, рецепты, рекомендации. Ведь что-то осталось в пьяном сознании, в уже протрезвевшем сознании. Надо только зацепить каким-нибудь близким словом или темой, о которой они могли беседовать. Намеком, что ли? «Ботвиньев, а трубу он куда дел?» «При себе держал». Лейтенант понял, что тянет пустышку. А ему еще надо объездить всех лиц, кто собирал холодное оружие или привлекался за его ношение. Зацепить память. «Ботвиньев, а этот сантехник, фамилию Буденный, упоминал?» «Упоминал». Лейтенант покрепче сцепил пальцы рук, чтобы придушить зачатки надежды, словно они зачатки зарождаются в пальцах, и ждал, боясь спугнуть. Но сантехник молчал, тоже выжидая. «Значит, упоминал?» «Ага». «В каком контексте?» «Чего?» «В связи с чем?» «О покойниках плохо говорить не положено». «Гражданин Ботвиньев, вы на допросе». «Должен всем?» «Остался. И мне сотню». «Кто?» удивился лейтенант настолько разбуженной памяти водопроводчика. «Буденный». «Который похоронен на Красной площади?» «На Красненьком кладбище. Бывший техник-смотритель. Только он брешет. Не буденный он, а буденнов». «Глава шестая». Следователь прокуратуры Рябинин просматривал свежие газеты. «Сговорились они, что ли?» «Взрывы, убийства, пожары, кражи. Казалось бы, ему, имевшему к подобным делам почти ежедневное касание, все это приелось и обрыдло. Но Рябинина то злость дергала, то недоумение. Особенно раздражала какая-то социальная неграмотность журналистов. Кражи, убийства и всю общественную неразбиху они объясняли материальными нехватками. Если бы. Ну, разделим все поровну, дадим каждому. И что? Наступит социальный мир? Да не на йоту, потому что нельзя забывать про человеческую натуру». Он забросил газеты на сейф и уже в который раз за свою жизнь пришел к выводу, что политика не для него. Много юристов ушло в политику, но не он. В политике не нужны ни разум, ни мысль, ни логика. Там герои, толпа, митинги, жертвы. В политике все держится на вере, а вера — это религия. В кабинет шагнул невысокий плотный человек с рыжеватой белесой головой. Время не шло, время неслось. Давно ли эта голова сияла свежеплавленной бронзой без всякой примеси светлого алюминия? Бронза тускнела, алюминия прибавлялась. Лишь крепкое лицо майора не меняло зеленоватого отлива глаз. О чем мыслим, Сергей Георгиевич? О бренности. Чьей? — Прежде всего своей. Старею и поэтому уже многого не понимаю. Сергей конкретнее, — предложил Леденцов, усаживаясь для неспешного ответа. Сижу в кабинете. Входит симпатичное юное существо женского полу и просит одолжить клею. Догадайся, для чего? — Наркоманка. Нюхать? Нет. Конверт заклеить? Нет. Лекции подклеить? Нет. Колготки? Что колготки? Подклеить. — И что тебя расстроило, Сергей? — Время. Как оно изменилось, а? — Сергей, я после дежурства и не сразу врубаюсь. Рябинин присмотрелся. Лицо не такое уж и крепкое, не отглажено помятая, брита недобрая, а отлив глаз зеленовато-мглистый. Пришлось объяснить. Боря, могу ли я, восемнадцатилетней, незнакомую, пятидесятилетнюю женщину попросить, к примеру, заштопать мне брюки? — И что ты сделал? — Посоветовал в следующий раз снять колготки и нести мне. Они посмеялись. Майор заходил к следователю и без дела, но не после дежурства. Поэтому Рябинин поторопил. — Боря, выкладывай. Майор рассказал историю с редкой саблей, про буденовскую надпись, про ее музейную ценность и стал ждать рационально-оперативных советов. Рябинин поморщился. — Боря, я не люблю коллекционеров. — Они же не деньги копят, — удивленно заступился за них майор. — Упертые они в одну точку. А что плохого? — Жизнь-то, Боря, многоточечна. Леденцов понял, но не воспринял. — Коллекционер — увлеченный человек. — И хорошо, лишь бы не пил и не нарушал уголовный кодекс. Но оперативник видел поживости лица следователя, что тот готовит аргумент развернутый. — Боря, я расследовал факт самоубийства Марины Гурьянны Муртазиковой. Довел ее брат. Хотя доказать я этого не сумел. Вернее, не успел. Братец владел уникальной коллекцией янтаря. Оценивалось в миллионы. Государство предлагало взять в музей. Не отдал. — Страсть, — определил Леденцов. — Боря, сумасшествие. Он питался капустой с картошкой и всю жизнь носил пальто из кожи животного, вымершего в ледниковый период. Все деньги шли на янтарь. Спал тревожно, урывками, хотя поставил всемыслимые и немыслимые запоры. Не женился. А что, если девушка идет замуж не за человека, а за янтарь? Получалось, что не у него была коллекция, а он был у коллекции. — Ну а самоубийство? Его сестра нечаянно разбила янтарного слоника, в котором застыл ни то муравей, ни то пчела. Ценный экземпляр. Муртазиков на нее так взъелся, что она в петлю. И чем кончилось? Как-то Муртазиков пришел домой и скончался на месте от разрыва сердца. Украли коллекцию. А запоры? Двойные особые двери из слоеного металла, пятый этаж, не последний, решетки на окнах. Тогда как же? Сняли квартиру под ним и взрезали потолок. Следователь понимал, что майору нужны не мемуары, которых у него своих под завязку. Рябинин давно стал уличать себя в профессионализме в худшем его варианте, когда вместо размышления выхватывается готовая болванка, которых за долгую работу накоплено. Надо подумать о коллекционерах. А зачем, если вспомнилось янтарное дело? Более. Попадались мне коллекции холодного оружия, огнестрельного и даже артиллерийского. Один черный следопыт откопал в болотах пушку, разобрал и дома собрал. А чистых коллекционеров-сабельников нет. Следователь догадался о подоплеке майорского беспокойства. Бывали кражи покрупнее и поценнее. Видимо, раритетная сабля принадлежала человеку-заслуженному, который пожаловался руководству ГУВД. Теперь с Леденцова не слезут. Боря, ищи, конечно, через коллекционеров, но саблю заказали из-за бугра. Если она уже туда не уплыла. Почему так думаешь? За рубежом русское искусство и советская символика идет в лед. «Сабля-то!» «Сабля, которой Буденный рубил головы, да ее повесят на статую свободы!» Глава седьмая Голливуд избегал тихих мест, поэтому они встретились на людном перекрестке. Хотя челнок был в приличном пиджаке, правда, олиповатым, но стоять рядом с Голливудом он стеснялся. Не гуляют вместе овчарки с баллонками. По слегка увеличенному и торчащему носу напарника Голливуд догадался, что вечер у того прошел продуктивно. Спросил же о другом. «Водопроводчик тебя запомнил?» «Не, он не Штирлиц. Выжрал почти литр паленой водки на месте события и уснул. Хочу предупредить. Если сам будешь злоупотреблять, то умножу тебя на ноль». «Андреич, я что, отмороженный? Выгоды своей не понимаю». Зря они стояли на тротуаре. Не ментов челнок опасался, а девок. Каждая вторая смотрела на Голливуда, как будто он оттуда, из Голливуда, и приехал именно за ней. И то каштановые волосы тремя волнами, глаза ясно-синие, шрам мужественный, и без очков видно, что в карманах его шоколадной куртки лежит иностранная валюта. Такие фигуранты запоминаются. А нахрен окошке телескоп? Словно почуяв его тревогу, Голливуд отошел за ларек к ящикам, где они присели. «Ручка есть?» Челнок пошевелил пальцами. Мол, рука есть, а ручки нет. Голливуд дал ему шариковую и лист бумаги. Понятно. Оно хоть и кино, а оформить на работу обязаны. Для стажа. Челнок вскинул шарик, готовый вывести слово заявление. Но Голливуд охладил. Писать-то умеешь? Андреич, зачем давишь на психику? Тогда запиши, что надо купить. Мешок примерно в метр длины из пластика. Из полиэтилена? Похож, но он крепче и непрозрачный. Так, любой непрозрачной синей материи с метр. Челнока подмывало спросить, на кой хрен все это надо, но сровость начальника к вопросам не располагала. Голливуд знает. Так, купи еще метр ленты. Изоляционной? Голубенькой, которой малышей подвязывают. И главное, плащ. Вернее, пыльник. На твою фигуру? Нет, на твою. Зачем мне пыльник? Рискнул спросить челнок. Самый дешевый, с капюшоном, неяркого цвета. Записал? Челнок кивнул. Его мысль переметнулась на другое. Хватит ли денег? Сотню долларов он разменял на деревянные, но они в вокзальном буфете затрепетали в его руке, точнее, ожили и начали разбегаться, как вспугнутые мыши. Опять-таки люди подходили по одному, шедшие, как те же мыши, на сырный дух. Подвалил Бабкевич по кличке Баба, Йодкин был по кличке Йод. Возникла Сонька по кличке Нуда. Пиши, велел Голливуд, букет цветов. Каких? Насторожился челнок, потому что, если, скажем, рос, то штанов не хватит. Например, букет орхидей. Это которые? По тысяче рублей веточка. Челнок обомлел. Голливуд рассмеялся, отчего лицо стало приятно ожившим. Глаза засинели чистенько, шрамик глянулся не столь мужественно, темно-каштановые усики трепыхнулись, загорела кремовая кожа, сияла радостью. Любых цветов, успокоил он сотоварища. Можно из разных. Даже из полевых. Ромашки, бубенчики. Какие бубенчики? Да, в смысле, колокольчики. Колокольчики, бубенчики, пистончики. Главное условие, чтобы букет был ростом скопну и не в одной руке. Челнок больше вопросов не задавал. Спрашивают тогда, когда не понимают чего-то. Зачем спрашивать, если совсем ничего не понимаешь? Тем более, что Голливуд, протянув ему пятисотрублевую купюру на обозначенные расходы, поинтересовался. Храм на горе знаешь? А как же? В семь вечера будь там, минута в минуту. Времени впереди много. Купишь все. Успеешь. Челнок не характер имел покладистый, а был приучен подчиняться. Иначе били, обделяли, гнали. Он и срок-то получал, не всегда за дело. Подставляли его приятелей при первой возможности. Выходило так, что суровые воровские законы его как бы не касались. Пахан, не пахан, но мужик в авторитете велел передать на вокзале костыль старику. Мол, приехал дряхлый без опоры на полку. Не дойдет. Челнок сделал, привез, передал. Менты их обоих у вагона изгребли. Костылик-то длины семьдесят сантиметров, ствол под мелкокалиброванные патроны с кнопкой с пусковым крючком. Ментам челнок никакой наводки не дал. Глава восьмая Храм впечатлял. Белокаменный, купола голубые, кресты золотые, и стоял на возвышенности, словно город охранял. Голливуд прохаживался в сторонке, прислушиваясь к песенному бормотанию, долетавшему из открытых дверей храма. Молились, каялись в грехах. Напрасно, потому что люди своих грехов не знают. Убийство до кражи — это понятно. А поведение в молодости, недопонимание других людей, бесконечные глупости — в сущности грех — это глупость. А разве за глупость можно карать? Из подъехавшей машины вышел священник. Голливуд не разбирался в их званиях, поэтому обратился просто. «Батюшка, служите в этом соборе?» «Я служу Богу», — уточнил батюшка. «А людям?» «Через Бога служу и людям». «Батюшка, а если напрямую?» Священник поспешил к храму. Голливуд озлился на себя. «К чему завел бодягу?» «Лишний раз светится без причины». Челнок уже был здесь. Он стоял у белых скамеек напротив папертей и слушал нищенку, игравши на скрипке. Или она хорошо играла, или мелкий дождик монотонно приближавший осень делал музыку слезливой. Голливуд подошел. Его удивило не то, что серый с капюшоном дождевик как бы растворил мелкого челнока в моросе. Впрочем, половину его фигуры закрывал раздерганный букет неизвестных цветов. Удивило лицо сотоварища, сморщенное, постаревшее и плаксивое, как у обиженной обезьяны. «Васек, ты чего?» «За душу щиплет». «Полонесса Гинского». «Сердечная старушка!» «Так отблагодари, она сейчас уйдет!» «Ты сегодня умывался?» «А что?» «Каким мылом?» «Небось, хозяйственным?» «К чему вопросы не по делу?» «Надо умываться мылом Диги!» «Ты этого достоин!» Голливуд отвел приятеля в сторонку, взял у него все купленное, вроде бы что-то добавил и упаковал в пластиковый мешок. Челнок удивился. «Это ей?» «Это нам!» «А ей вот дай сотню и свой букет!» «Только ты не суетись!» «Чего?» «Не мельтеши!» «Старенькая!» «У нее всего две руки!» «Дай ей положить инструмент на скамейку!» «В одну руку протяни купюру!» «Во вторую — букет!» «И скажи пару слов!» «Каких?» «Что, мол, ваша музыка слезу высекает?» Челнок кивнул. Старушка и верно начала собираться. Убрала скрипку в футляр, обернула его и спрятала в мешочек. Ее слушатели, такие же старушки, да пара нищих бомжей тоже двинулись к паперти. Дождик мелкий и прозрачный, а Голливуд растаял, словно сахарный. Челнок откашлялся, подошел покультурнее к старушке, боком, и сунул букет ей в лицо. Она отшатнулась. Челнок не знал, как назвать. Не девушка же и не мадам. «Тетя, хорошо играешь, по существу!» И протянул сотенную купюру. Она уложила инструмент на скамейку и всплеснула руками. «Вы стояли и слушали?» «В натуре», — подтвердил Челнок. «Дай Бог вам здоровья и радости!» Но дождь, которому надоело жить в полсилы, хлынул. Старушка подхватила букет, мешок с инструментом и засеменила в церковь. Челнок осквернять храм своим присутствием не решился. Да и Голливуд подоспел, словно вынорнул из волн. У него невдалеке оказалась машина. Они сели, и только тут Челнок удивился тому, почему он раньше не удивился этому. «Зачем Голливуду точно такой же, как и у скрипачки, мешок?» «Понты колотит». Мешок лежал на заднем сиденье, и когда Челнок обернулся на него в третий раз, его старший товарищ изрек. «Васек, не бери в голову!» «А чего это?» «Ставлю очередной этюд». Челнок успокоился. Дела театральные, непонятные. Был на зоне артист, голым брал в руку, скажем, сотенную. И ищи на нем ее. Исчезла в чистую. В банке он взял не сотенную, и не голым. «Васек, бабушка поедет на трамвае, да еще зайдет молочка купить». «Понятно, дело старческое. Часа полтора ее дома не будет». «И что?» насторожился Челнок. «Я тебя подброшу до ее дома, и ты взломай замок». «Голливуд, ты что, с высотки упал? Вечер же, люди с работы идут». «Тебе потребуется ровно пять минут взломать замок и распахнуть дверь». «А что взять?» «Ничего». «Это как понимать «ничего»?» «Так и понимать». «Замок выломать и уйти». «Голливуд, у меня в макушке пухнет». «Потому что театр — дело крутое». «Глава девятая». «Блочная пятиэтажка стояла в глубине двора, образованного другими нормально кирпичными домами. Давно не крашенная с разбитыми парадными, с бельем на балконах, пятиэтажка походила на запущенное общежитие. Голливуд уехал. Челнок поднимался на пятый этаж, прислушиваясь и озираясь. «Так ходят в незнакомом лесу». «Тут и тишина лесная». «Не шумит лифт, нет его». «На лестничную площадку выходили три двери. На одной, на нужной». Челнок осмотрел замок. «О, блин!» Бабуся жила безбоязненно. Не замок, а бельевая прищепка, которая не пискнет. Даже не стоит проверять, есть ли кто в соседних квартирах. Челнок достал из кармана небольшой набор железок, необходимый каждому мужчине. Замок верно не пискнул. «Видимо, есть вторая дверь, но ее не оказалось». «Не бабуся, а лох». В образовавшийся узкий проем виднелся махонький резиновый сапожок. Что же она не надела, когда на улице льет? «Все, дело сделано. Надо уходить, как и велел Голливуд». Челнок двери взламывал редко, но не было случая, чтобы он не вошел в квартиру. «Зря работал?» «Тогда нахрена верблюду ходули?» «Глянуть, как живет бабуля, играющая душесчипательно». Он убрал отмычки, вошел и прикрыл за собой дверь, само собой, однокомнатная. Бабуля жила, хрен знает ее как. Меблишка древняя, аж черная. Комодик, стоявший в растопырку, настенные часы, только наверняка не с кукушкой, а с какой-нибудь ощипанной галкой. Картина на стене не то выгорела, не то у художника краски не хватило. Бомжи жевали лучше. Правда, чистенько. Челнок поискал взглядом цветной телевизор. Не было ни цветного, ни черно-белого. Бабуся жила на пенсию и еще подхалтуривала полонеза Магинского. Квартиру осмотрел поверхностно, для интереса. Брать тут нечего, да и Голливуд запретил. С другой стороны, Челнок был уверен, что у этой музыканши он копейки бы не украл. Квартиры случались разные. Из одной уходишь, словно из помойки. Случай был с Толяном. Дверь приоткрыта и никого. Он вошел. Запах щекочущий. Кислая капуста, лук, плюс тухленькое мясцо. Кругом бутылки разных размеров и форматов. Из мебели стол до кровать. А под этой кроватью ребенок-ползунок сидит и ручки тянет. Задумался Толян крепко о смысле жизни. Говорили и пить бросил. Если уж о детях, то Вована, можно сказать, разбил детский паралич. Получил он двенадцать лет, отсидел десять, вышел, идет по поселку, видит, стоит как бы громадная коробка на колесиках. Заглянул. Мать моя родная, младенец, в смысле ребенок. Вован десять лет не видел детей. Говорят, женился, теперь их у него четверо. А вот с Костяном, по-русски с Костей, вообще случился непонятный триллер. Вошел он по утрянке в жирную квартиру. Импорт пополам с экспортом, квартирка музейного типа. Взял он что надо, да задержался. Книг в квартире больше, чем в районной библиотеке, на полках, на столах, на стульях. Неужели все прочли? Пластинки и компакт-диски ни блатника, ни русского шансона, ни мурки. Чайковский да Шостаковский. Неужели слушали? Бар набит бутылками полными или чуть початами. Почему же не выпили? И уж совсем Костян охренел от записки. Милый, как всегда, вернусь всем, целую. Ну и масть! Фраернули, как в задницу кольнули. А она что, ежедневно его целует и записки пишет? Короче, сломался Костян от увиденного. Зависть заела. Почему нет у него наполненного бары и записок с поцелуями не пишут? Завязал он воровскую жизнь морским узлом. Пора было сматываться. Челнок зашел на кухню и не удержался. Распахнул холодильник. Старенький, теперь таких и не выпускают. Сыру кусок, да капусты вилок. Полбутылки подсолнечного масла. Ага, и полбутылки коньяка, видимо, для лечебных целей. Никаких рюмок у бабуси не водилось. Крадут, если с собой берут. Бабуся не обидится. Челнок взял чайную чашку, налил до половины и выпил залпом. От неожиданности его чуть не вывернуло. В коньячной бутылке держался сок. Да не яблочный ли там малиновый, а кислоедкий, перестоявший. Скорее всего, из крыжовника прошлогоднего. В горле запершило, в носу защекотало. Во блин, обидчиво сказал челнок в адрес старушки. Взяв из раковины влажную тряпку, он усердно протер все, к чему прикасался, особенно поверхности гладкие и блестящие. Зачем сюда приходил? Зачем рисковал и ломал замок? Выпить сотку крыжовника? Квартиру посмотреть? Да, были редкие случаи, когда, насмотревшись, ребята бросали воровское ремесло. Но после бабушкиной квартиры пойдешь тырить еще шибче. На полонезе агинского модного холодильника не приобретешь. Челнок подошел к двери и начал слушать. На лестничной площадке мышки не слыхать. Никого. Он выскользнул. Да хоть бы и кто. Голливуд накидку предусмотрел. Одежды под ней не видно. Глаз под капюшоном не разглядеть. Голливуд даже мокрую погоду угадал. Глава десятая. Тоски в жизни чудовища пребывала. Сперва он не понимал, почему. Но только сперва. Рутина съедала юные годы, как ржа металлические трубы. Вот уж не думал он, что в оперативной работе столько прямо-таки механического однообразия. Он и в уголовный розыск пошел из любопытства, считая его самым благородным побудительным мотивом. Люди меняли работу не только из-за денег. Надоедало делать одно и то же. Хотелось работы творческой. В конце концов, творить — это удовлетворять трудом свое любопытство. А он скачет, бегает, пишет и подшивает бумажки. Капитан Аладько занимался делом стриптизерша, которую изнасиловали в ночном клубе. Двое оперативников вторую неделю сидят в засаде, едят и пьют в ресторане «Инкогнито». Мишка тоже лейтенант пошел в бригаду «Рубопа». Конечно, сабля Буденного. Он будет проситься в отдел борьбы с наркотиками, в Губнон. Там ребята из Абугор ездят. Только надо не устно, а написать официальный рапорт. Телефон вызвал к начальнику. Видим насчет сабли Буденного, поэтому чудович приготовился к обороне. В смысле, работа идет, но сабля, что иголка в стогу сена. — Володя, квартирная кража. Вот адрес. Понятых найдешь, участковый там. Если потребуется следователь и эксперт, то позвонишь. Беги, машина едет. — Товарищ майор, сплошные выезды. У нас такая работа, лейтенант. Понимаю, что я мент. — Кто ты? — перебил Леденцов. На коротко стриженные бронзовевшие волосы, на красную кожу лица, на медь его пуговиц падал свет, с высоты сейфа, где стояла лампа. Поэтому Леденцов казался каким-то золотым башком, которого только что извлекли из археологических раскопок, потому что не мигал. Но божок мигнул, переспросив. — Так кто ты? — Мент. — Почему мент? — Так прозвали. — Кто прозвал? — Не знаю. — А я знаю. — Урки. В кино кинорежиссеры повторяют. Но а если варьё в законе завтра назовут тебя легавым? Будешь? Мента хватит. А мусором назовут? Мент, легавый, мусор. Вот, полный набор. А почему не милиционер, не лейтенант, не опер? — Я поехал, — вышел из положения Чудович. — Да, да ты на мента-то и не похож. — А на кого я похож, — полюбопытствовал лейтенант. На куклу Барби, — почему-то разозлился майор. Чудович поехал на место происшествия, смирившись с куклой Барби. Злость майора относилась к тем золотистым кудрям, которые у лейтенанта свисали до плеч, и начальник был прав, оперативнику выделяться нельзя. Серая мышка, а не белая ворона. Лейтенанту казалось, что блочные коробки в свое время заселялись особым народом, пьющим и склочным. Или последние выезды так совпали. Он поднялся на последний этаж, где на лестничной площадке стояли люди. Чудович подошел. Навстречу шагнула чистенькая старушонка. — Молодой человек, проходите, пожалуйста, дальше. Мы ждем милицию. — Я и есть она, — признался оперативник. Участковый подтвердил. — Лейтенант, это хозяйка, взломана дверь. Из присутствующих в квартиру кто-нибудь входил? — Только она. Старушка в белой курточке, в светлом берете и с ясным моложавым лицом смахивала на грибок шампиньон. Тонкой рукой она показала на замок. Чудович воздержался бы от слова «взломан». Замок был отомкнут аккуратно, не иначе, как подбором ключей. Лейтенант задумался. Предстоял долгий и нудный осмотр квартиры. Оперативник есть, участковые на всякий случай тоже, понятые тут. Нужен следователь с экспертом-криминалистом. Но сперва расспросить хозяйку. И начал не с паспортных данных, а с сути. Что взято? Где? Из вашей квартиры. Ничего не взято, да у меня и брать нечего. Зачем же вызывали милицию? А что, можно ходить по чужим квартирам? О проникновении в чужое помещение статья в Уголовном кодексе была. Чудович спросил тоном въедливого крючкотвора. Если ничего не взято, то проникновение в квартиру не доказано? Не доказано. Но замок сломан? Так. Повреждение имущества. Во сколько вы оцениваете замок? Пишите исковое заявление. Участковый рассмеялся. Еще бы. В районе угоняли Мерседеси, отстреливали бизнесменов, взрывали квартиры, грабили обменники. Старушка, похожая на беленький шампиньончик, тоже поняла ситуацию. Да пустяк. Подростки хулиганят, заметил понятой. Извините за беспокойство, тихо сказала старушка. Замок сейчас поправлю, заключил работу на месте происшествия участковой. Лейтенант отправился в РУВД. И чем ближе подъезжал, тем противнее становилось на душе. Почему? Он же прав. Некогда уголовному розыску заниматься мелочью. А настроение? Потеряно время, выбит из колеи, люди оторваны от дела, машину гоняли. Разве это сыскная работа? Мент он в натуре, а не оперативник. Уже войдя в кабинет и сев за стол, Чедович поймал себя на потаенной фальше. Не мог его задеть пустой вызов, в которых случалось немало. В памяти, зрительной что ли, на лестничной площадке, стояла пожилая женщина, похожая на беленький шампиньон. Глава одиннадцатая По челноку уже который день прыгал кайф. Живенький, вроде нетрезвых блох. А выпивал-то всего по сто граммов этой самой водки на еловых щепках джина. Он знал, что кайф не от него, а от сложившихся обстоятельств, легших не поперек, а вдоль. Как тут не запеть старую воровскую молитву? Господи, спаси и сохрани от морозной колымы, от автомата старшины. Все вдоволь. Бабки имелись, даже зеленые. Работа была. Вез пакет от Голливуда к хозяину. Прикид модный, обед плотный. Жена, правда, лярва, да она теперь ему вроде бы ни к чему. Господи, спаси и сохрани от моря Охотского, от конвоя Вологодского. Жизнь сладка, потому что с детства едал одну горечь. Отец у него был, но появлялся, только когда сына пора было сечь. Слово-то сечь не подходит, секут розгами, а отец дубасил всем, что было у него в руках. И если теперь челнок видел любого папашу с ребенком, то от души удивлялся, почему этот отец не лупит сынишку, нянчится и не выбрасывает в кусты. Господи, спаси и сохрани от злобных вертухаев, от недовешенных паек. Мать не работала, принимала алкашей через день. Женщина была роста приземистого, но ума шишковатого. Пускала в квартиру того поддавалу, который приносил половесную закуску. Чем и питались. Господи, спаси и сохрани от лагерной вышки, от короткой стрижки. Почему ростом не вышел? И черты лица мелкие, как черепки. Неизвестно, на каком месяце беременности ходила мамаша. Только нужен ей ребенок, как чайник у колеса. Стала избавляться, жили на втором этаже. Она ежедневно прыгала из окна. Видать, челнок зацепился крепко, не выскочил. Только родился маломерком и мелколицем. Господи, спаси и сохрани от лесоповала таежного, от кулака зубодробежного. Смеялся ли он в детстве? Никогда. Улыбался ли? Так редко. Что даже и не вспомнить. Челнок на свете прожил немного лет. Не получил никакого образования. Не знал, как свои блатные молитвы. Если ребенок в детстве не смеялся и не радовался, то и взрослым не улыбнется, потому что не умеет. А можно ли сделать жизнь счастливой, без смеха и радости? Господи, спаси и сохрани от стукачей попутчиков, от стальных наручников. В квартире коллекционера челнок оробел, хотя уже бывал. Его опять приняли на кухне. С норовистыми сухими руками, которые как-то не шли к его пухлому телу, Альберт Витальевич развязал пакет, отбросил мешок с бечевкой и достал скрипку. Непонятная волна. Ни тепла, ни холода. Мозглой свежестью окатила спину челнока. По утрянке так бывает, когда выйдешь из дома часиков в пять. Эту мозглую сырость он пробовал разложить на понимание. Бабкина скрипка. Голливуд подменил. Зачем она коллекционеру старая, наверное, церковная? Или не Бабкина? Скрипка лежала на блестком пластиковом столике, рядом со шматом копченой грудинки, и казалась деревенской балалайкой. — Неизвестно, что это за инструмент, — глухим голосом усомнился хозяин. — Голливуд веников не вяжет. Ценные вещи хранят в сейфах. — Не скажете, — возразил челнок, — я как-то в одной квартире нашел в туалете за фановой трубой непочатую бутылку французского коньяка. Он в магазине за баксы идет. — Чем ценнее вещь, тем труднее ее реализовать. — За рубеж, — бывало посоветовал челнок, — непросто. Интерпол и всякая бяка. Вы же профессионал, — польстил Васек. Альберт Витальевич довольно сложил руки на емком животе. Да ведь и голова заблестела сквозь редкие пепельно-сивые волосики. И его хорошее настроение вылилось в желание позавтракать. Гостю не предложил. Челнок все равно бы отказался. Мюсли, салат из сырых овощей и чай из шиповника без сахара. — Васек, я профессионал, а не скупщик краденого. Принимаю и торгую раритетами. Прежде чем расплатиться за скрипку, я должен узнать, не кусок ли это фанеры. Челнока начало томить раздражение. Память оживилась, и он рискнул на вольность высказать то, что слышал от Голливуда. — Григорий Андреевич достал вам золотые листы из церковного купола. Оказалось, не золото, а нитрит титана. — Берестяной короб девятнадцатого века. Он что, больших денег стоит? — Вы еще не расплатились за деревянную деву Марию из польского костела? — вошел в раж Челнок, понимая, что лезет не в свое дело и от Голливуда схлопочет. — Молодой человек, передайте своему шефу, что он тоже меня надул. — Это вряд ли. — Принес наручники маньяка и серийного убийцы Чикатило? А что оказалось? Наручники квартирного вора по фамилии Чушкин. Раздражение Челнока пропало мгновенно, словно ничего и не было. Его раздражение смыла догадка. — И Голливуд, и Виталич? — Оба лепят Горбатого. — Держат его за лоха. — Кому нужна эта облупленная скрипка? — Это с одной стороны. — А с другой? — Древняя старуха, наверное, дворянка. Еще полонез Агинского помнит. И пачкает мозги, играет у церкви. — А зачем? — Ради копеек? — Нет. Играет, чтобы не оставлять скрипку в квартире. Не зря он молился по дороге. — И лоху ясно. В скрипке бриллианты. Глава двенадцатая. Перед Леденцовым сейчас скуражился кандидат наук из какого-то правового НИИ, объясняя, что преступность прошлых лет отличается от преступности современной. Раньше конторские счеты, теперь компьютер. Раньше лупа, теперь электронный микроскоп. Раньше отпечатки пальцев, теперь ДНК. И преступления другие. И преступники иные. Да ну! Оперативник Фомин только что вернулся с места происшествия, с квартирной кражи. — Взяли видеомагнитофон, водку и копченую колбасу. Что ж тут новенького? Старо как мир. Хлеба и зрелищ. Звонил дежурный. — Товарищ майор. — Квартирная кража, а ехать некому. — Чедович где? — После дежурства. — Следователь уже на месте. — Товарищ майор. — Это повторный вызов. — В каком смысле? — В этот адрес Чедович вчера выезжал, но никакой кражи не зарегистрировал. Значит, ее и не было. Лейтенант не из халтурщиков. Прятать нераскрытые преступления не будет. Мало еще служит, не испорчен. Леденцов пробежался по списку оперативного состава ни одного свободного человека. Поручить участковому? А если что-то серьезное? Тем более вторичный вызов. — Ни одного свободного оперативника, кроме заместителя начальника уголовного розыска, то есть его самого. Майор надел куртку. Обычная приевшаяся картина. Следователь милиции пишет протокол осмотра, криминалист изучает замок, участковый стоит у двери, понятые топчутся в уголке. — Товарищ майор, замок, скорее всего, открыт подбором ключей, — сообщил эксперт-криминалист. — А пальчики? — Ни одного, даже хозяйкиных нет. Леденцов и забыл, когда раскрывалось преступление по отпечаткам пальцев. Все умные стали. Майор уже знал, что если злоумышленник долго не ловится, то, скорее всего, он молод, образован и не пьет. Однажды мошенник, одетый олиповато как шоумен, растолковал, «Если я обдумаю тему один день, меня поймают через день. Если обдумываю неделю, схватят через неделю. Если размышляю и взвешиваю год, меня никогда не поймают». Майора не так тревожил рост квартирных краж, как участие в них подростков. На той неделе поступил сигнал, что двое негров обнесли жилище бизнесмена. Что-то новенькое, негра. Их поймали в тот же день благодаря свидетелю, видевшему, как двое подростков жгли за гаражом резину и лица мазали сажей. Леденцов прошел на кухню, где сидела понурая хозяйка. «Сколько вам лет?» «Шестьдесят пять», — удивилась она о ненужности вопроса. Внимание майора привлекла не столько согбенная поза женщины, сколько и ее одежда, какой-то белый балахонистый халат. Догадавшись, она объяснила, «Это моя рабочая одежда». «А вы работаете в соборе?» «Кем?» «Не в самом соборе, а у входа. И что делаете?» «Собираю деньги». «Для церкви?» «Для себя». Нищенствует. «Что же у нее могли украсть?» «Собранная за день подаяния?» И она по этому поводу дважды вызывает милицию. «Вызывает как на кражу в квартире?» «Ну что тут можно взять?» «Видимо, эти сомнения старушка прочла на майорском лице, потому что заявила с гордецой. Я не побираюсь, а зарабатываю». «Как?» «Играю на скрипке». «А умеете?» «Я бывшая артистка филармонии. Вторая скрипка». Майор помолчал. Бывшая скрипачка оркестра. Стоит на паперте. «А как же детсадовские идеи дурачков-идеологов?» «Чем больше станет богатых, тем лучше будет жить?» «И что же вышло?» «Богатых стало много, бедных еще больше. Артистка собирает подаяния». «И тут на кухонном столе майор увидел ее. Скрипку, которая удивила. Словно ружье без приклада. Может быть, для церкви сойдет и обшарпанная, как фанерный чемодан? Она же без струны. Поэтому милицию и вызвала. Струну украли. Украли скрипку. Вот же она, гражданка. Это другая, не моя. Подменили». Потерпевшая рассказала, как вечером была у храма, вернулась и обнаружила дверь открытой. «Но скрипка была с вами?» «Да». «Пришли, дверь открыта, вызвали милицию, легли спать, а утром обнаружили, что в мешке скрипка не ваша? Как же ее подменили?» «Наверное, пока спала». «Замок-то могли днем изучить». «А где вы дома ее храните?» Она показала на угол, за холодильник, где стояло ведро для мусора. Леденцов не понял, но женщина кивнула. «Да-да, в мусорном бачке». «Почему?» «Вору и в голову не придет». Майор не удивился, умудренный криминальным опытом. Семиклассница вернулась из школы и решила сварить пельмени, поскольку матери дома не было. Вскипятила воду, распечатала пачку и хотела выспать в кастрюлю, но пельмени не сыпались, хотя были заморожены. Школьница тряхнула их силой, в кипящую воду упал, как позеленевший кусок колбасы, тугой рулон свернутых долларов, спрятанный мамой. «После возвращения из церкви проверяли мешок?» «Нет». «Расскажите, что происходило в тот день у храма?» Майор подсел к кухонному столу и принялся расспрашивать о всяких мелочах. Через десять минут он уже догадался, что скрипку подменили там, у храма. И от нее, от догадки, хлынул рой вопросов. Есть ли у этой женщины родственники? С кем дружат? Кто знал о существовании скрипки? Кого подозревает? Все эти мелкие вопросы затмила тяжелая мысль. Если женщина играла на паперти, то о скрипке знали все, и подозреваемых будет, что в лесу поганок. «Взломщик пытался здесь выпить», вдруг сообщила хозяйка, и достала из холодильника бутылку и чашку, как доказательство. «А была полной?» «Да это сок», — усмехнулась женщина. Майор заподозрил подростка, потому что опытный вор лишний раз следить не будет. Но подросток и скрипку красть не станет. За скрипками охотятся только по наводке. Леденцов позвал криминариста. «Бутылка, чашка, холодильник. Работа есть». Но не прошло и десяти минут, как эксперт подал удивленно радостный голос. «След!» Майор подошел. За мусорным ведром образовалось малое, нехоженое пространство, давно не метенное. На нем, на довольно-таки плотном слое пыли, отпечатался ботинок. Нет, не ботинок, но след явный. Точнее, ботинок неполной конфигурации, словно на полу полежала крупная картофелина со связанной верхушкой. «Похож на одну крупную пятку», сказал криминалист, принимаясь за фиксацию следа. «Как это, пятку?» «Будто без пальцев. Или такое копыто». Майор вернулся к хозяйке. «Расскажите об инструменте». Глаза пожилой женщины потеплели, вернее, помолодели, и голос из официально испуганного сделался грудным, почти ласковым, словно заговорила о дочери. Работа в квартире кончилась, но это не место преступления. Оно там, у церкви. Майора заинтересовал невысокий человек, который подарил букет. Впрочем, за день там прошло много люду, большого и маленького. В полголоса только для Леденцова следователь спросил. «Майор, с чего такой напряг?» В смысле, вы, замначе, выехали на заурядную кражонку. Скрипка, изготовленная в 1720 году Давидом Таплером, учеником Страдивари. Значит, дорогая? Страховая стоимость полмиллиона долларов. Глава 13 Начальник изучал оперативника взглядом, словно к чему-то примериваясь. Чедович от легкого неудобства шевельнул плечами. Он знал, что глаза начальника кажутся желтоватыми от светло-рыжей шевелюры майора. Ироническая улыбка Леденцов и желтизну с глаз согнал. «Володя, говорят, ты на чем-то играешь?» «На пианино». «И что способен исполнить?» Когда-то семинорную сонату Шопена умел. Леденцов смотрел на щеголеватого оперативника, подавляя желание обратиться к нему «Златокудрый ты мой!» «Златокудрый?» «То есть тогда скрипка на тебе?» «Товарищ майор, почему на мне?» «Я же на этом, на другом инструменте». «Знаю, что пианино тяжелее скрипки». «Берись за дело, лейтенант. Будем работать всем отделом, но главный спрос с тебя, а материал о сабле передай Фомину». «Берись за дело». «С какого конца?» Чедович начал с оповещения скупочных комиссионных и антикварных магазинов. Хотя какой дурак понесет туда редчайший инструмент, украденный наверняка по заказу. Затем изучил распечатки происшествий. Крали все, что угодно, обезьян из зоопарка, цистерну с вином, зубоврачебные кресла из клиники, но только не антикварную скрипку. День просидел лейтенант с потерпевшей, проверяя все ее родственные и дружеские связи, даже составил схему, похожую на обозначение железнодорожного узла с нитями путями. Опросил человек двадцать. Ничего не дали и встречи с негласными агентами. Некоторые поступки ему претели. Но, зажав гордость, лейтенант встретился с асом квартирных воров по кличке Дохлый, который так привык работать с отмычками, что вместо ключей открывал ими собственную квартиру. Дохлый божился, что он тут ни при чем и что ни один правильный крадун на эту скрипку не польстится, если только бестолковку не заклинит. Чедович любил детективы. Его раздражало, что в них крали антикварные скрипки, редчайшие бриллианты, всемирно известные картины, иконы Феофана Грека. В его начинающей практике воровали деньги из бельевого шкафа, телеаппаратуру из комнаты, посуду из кухни, водку из холодильника. Но вот и в его начинающей практике похитили скрипку в полмиллиона долларов. Похоже, найти ее будет труднее, чем накрыть бандитский притон. Чедович успокоился, потому что схлынула первая нетерпеливая волна надежды схватить преступника по горячим следам. Впереди был долгий и нудный период кропотливой работы, ни срок которой неизвестен, ни результат. А майор Леденцов требовал ежедневного отчета. Лейтенант стоял у собора, разглядывая нищих и каких-то личностей, скорее всего, бомжей. Молиться шли и шли. Наверное, не меньше, чем раньше ходило на партийные и комсомольские собрания. В ничем не занятой голове зарождались свободные мысли. Например, если столько верующих, то почему люди боятся смерти? Ведь к Богу попадают. Если столько верующих, то почему? В сумке мелодично затренькало. Только музыкальное ухо распознало бы, что это семинорная соната Шопена. Чудович мобильник достал, энергично деловитый голос сообщил. Участковый 30-го отдела милиции. Я на счет ориентировки про скрипку. Слушаю, участковый. Жильцы одного из домов сообщили, что вчера в 22 часа гражданин Танцулин вернулся домой с горбатым футляром в руке. Что за горбатый футляр? Для скрипки. Так может он скрипач? Оператор в котельной. Еду в ваш отдел. Участковый, тоже молодой парень и тоже старший лейтенант, привез Чудовича в проходной двор и позвонил в квартиру первого этажа. Деверь открыл тощий мужчина с небритым лицом. Чудовича удивили его щеки, которые на худом лице подрагивали, как грязный студень. Гражданин Танцулин, спросил участковый. Вместо ответа небритый мужчина, приглашающий, отступил вовнутрь квартиры. Милиционеры вошли. Хозяин квартиры сообщил почти доверительно. Я вас ждал. Оперативники переглянулись. Участковый от вопроса не удержался. Почему же? Сколько веревочка не вьется? Чудович не удержался от другого вопроса, который вылетел из него, как пробка из бутылки шампанского. Где она? В комнате. Участковый ловко защелкнул на руках Танцулина наручники. Чудович прошел в неприбранную комнату с неметеным полом, с грязной посудой на столе и тяжким смертоносно-луковым духом. Футляр со скрипкой лежал на диване. Чудович подскочил и вовремя замер, вспомнив о процессуальном оформлении. Он достал мобильник и набрал номер. Товарищ майор, нашел. Где она? Лежит в футляре на диване. Как оформить? Отпечатки пальцев, протокол изъятия с понятыми? Футляр-то открой, посоветовал майор. Чудович уже протянул руку, которая повисла недонесенной. Краем глаза он увидел в углу на стене скрипка висела открыто и простенько, как семейная фотография. До развода жена пеликала, сказал Танцулин. Лейтенант рывком открыл футляр. В нем лежала бутылка водки столичная. Из универсама сумки проверяют, а футляр стесняются. Ну, пол-литровку и положу. Ребят, честное слово, всего бутылок пять вынес. Глава четырнадцатая Валентин Палыч совершал утренний обход квартиры. Двухкомнатная малогабаритка, но ценность жилплощади определяется не метражом. В сущности это был музей. Впечатление музейности складывалось и потому, что все предметы стояли, висели открыто, на показ. Кому? Редким, понимающим людям. Какой же смысл иметь красоту и держать ее в сундуках? Он знал, что в раритетах смыслит немного, но они, раритеты, существуют не для искусствоведов, а для людей разных. Раритеты творились не для каталогов, альбомов и диссертаций, а для того, чтобы человек ими любовался. Валентин Палыч брел по квартире с чашкой кофе в руке. Большая, до полуметра, икона в серебряном окладе, гравировка, полихромная эмаль Пускани, мастерская Павла Овчинникова, 1892 год. Картина Абрахама Ванхуфа, редкий мастер 17 века, в Эрмитаже только одна его картина. Были сомнения, что это не подлинник, но говорят, что даже в Третьяковке есть подделки. Пастель Николая Рериха, а рядом портрет мужчины с трубкой неизвестного художника. Портрет не на полотне, а маслом на прокатной меди. Еще две иконы. Зачатие Святой Анны, дешевенькое, купил за 50 долларов. А вот сколько стоило Рождество Марии 15 века? Он не знал. Коллекционеры Выжиги уверяли, что иконный бизнес приносил доходов больше, чем наркотики. Серебряный кубок с крышкой и фигуркой. Вес в два килограмма. Изготовлен венской фирмой Майер в 1864 году. За кубок давали до 10 тысяч долларов. Истинные коллекционеры как правило имели узкую специализацию. Марки собирали какой-нибудь страны, деньги конкретного периода, книги определенного направления. Даже живопись систематизировали. Только портреты, только батальные сцены, только лошадей. Валентин Павлович был всеяден, лишь бы вещь ценная. Бутылка ливодейского белого портвейна, якобы из личной коллекции Николая Второго, по крайней мере, царская печать стояла, двуглавый орел. Фигурка дворник. Одна из семидесяти выполненных Карлом Фаберже в 1910 году по заказу Нобеля в цикле «Петербургские уличные типы». Пятитомник, Отечественная война 1812 года и Русское общество, изданное в 1912 году. Немного нумизматики, монеты, потому что собирание банкнот зовется банистикой. Копейка с изображением Георгия Победоносца и полушка с российским гербом. Экспонат особый, в принципе простенький, бронзовая статуэтка. Но этой статуэткой коллекционер по кличке Жлоб ударом в висок убил другого коллекционера, Марка Глейхмана. Труп завернул в ковер и на своей машине увез в родную деревню Туточкино. Статуэтка побывала в суде как вещественное доказательство и в конце концов попала в комиссионку. Входная дверь ожила. Ключи от квартиры были только у жены, с ним неразведенной, но все-таки бывшей. Даже в просторном плаще она оказалась полноватой. Усмехнувшись, спросила, «Все худеешь». В Евангелии сказано «Умершвляй себя и оживешь». Валентин, тебя же ветер качает. Нет, я сам качаюсь. Ничего не делаешь. Я на пенсии. Ничем не занят. Татьяша, я любуюсь коллекцией. Ты не любуешься, а стережешь ее. Осмотрев диван, не раритет ли, Татьяна присела на краешек, готовая сорваться и уйти. Когда молчание стало таким длинным, что казалось, напольный серебряный подсвечник зазвенит от плотной тишины, Валентин Палыч предложил, «Чаю выпьешь?» Живешь на первом этаже при таких ценностях и не боишься? На окнах решетки, двери железные и квартир на сигнализации. Когда я уходила к дочери, ты обещал съехаться с ней. А коллекция? Выделим тебе комнату. Он задумался. Всегда кажется, что думающий человек более покладистый. Если задумался, то значит засомневался. А уж если он улыбнулся, как Валентин Палыч... Татьяна, у ее жениха странное имя. Что в нем странного? Пантон. Антон, а не Пантон. Валентин, тебе пора посетить психиатрию. Ушла она, неприятно и демонстративно шурша плащом. А когда-то радовались вместе приобретению первой диковинки. Что же они тогда купили? Валентин Палыч прошагал в туалет. Мысль въелась. Действительно, что и где они купили, положив начало коллекции? Расстегнуть брюки он не успел. Мозг уловил грядущую секунду. Не то глаза затмило, не то сердце схватило. Удар в живот, по голове, вдоль спины, треск, гул, уходящий из-под ног пол. Все это слилось в единое и мгновенное действие. Валентин Палыч потерял сознание. Глава пятнадцатая Леденцов смотрел на молодых оперативников сурово не потому, что они были в чем-то виноваты, а потому, что они подчиненные. Лейтенант Фомин доложил о раскрытии квартирной кражи. Подросток влез через форточку и украл плеер, несколько порнушных кассет и четыре тома пресловутого Гарри Поттера. Все правильно. Кража. Правильно. Кража раскрыта. Статистика отразит работу уголовного розыска. Чедович, как скрипка? Работаю, товарищ майор. Учти, дело на контроле. Мы все ищем эту скрипку, а ты впереди, вроде паровозика. Есть, вроде паровозика. Аккумулируй и координируй. В каком смысле? Аккумулируй информацию, координируй действия. Леденцов вздохнул. Складывалась прикольная ситуация, которую мало кто понимал. Украдены книги с плеером на сумму незначительную и украдена дорогущая скрипка. Первое преступление раскрыто, второе нет. Раскрываемость пятьдесят процентов. Неплохо для отчета. Но майора задевала даже не статистика. Первую кражу совершил подросток, скорее всего, впервые. Вторую совершил профессионал. Первого поймали, второго нет и неизвестно поймают ли. Картина типичная. Со временем что же происходит? Слабая и неопытная часть криминала выходит из игры, пополняясь новичками, а опытная, профессиональная, рецидивная, мафиозно-бандитская продолжает жить и глумиться над народом. Людей не хватает, мрачно поведал избитую мысль капитана Ладько. Да, как бы удивился Леденцов. А я вчера видел, как Фомин вместе с другим оперативником вдвоем допрашивали старушку. В целях психологии буркнул Фомин. Лейтенант, я вот прочел, не знаю в каких целях, но жители Тибета поодиночке в туалет не ходят, а только втроем. Есть, товарищ майор, ходить в туалет поодиночке, отозвался Фомин. Наверняка реакция Леденцова была бы жесткой и мгновенной, но зазвонил телефон. Майор слушал долго и сосредоточенно. Его взгляд, который должен бы упереться в Фомина, переметнулся на Чедовича. Ничего хорошего лейтенанту он не предвещал, небось еще одна скрипка, потому что Чедович аккумулировал и координировал. Положив трубку, майор сообщил всем, на обойной улице подорвали коллекционера. И уже не всем, а Чедовичу добавил, бери лейтенанта Фомина и лети туда. А как же Тибет успел вернуть Чедович? Улица обойная находилась в соседнем районе. Взрыв дело серьезное, поэтому на место происшествия спецслужба наехала, как на громкое убийство. РУВД, ГУВД, ФСБ и прокуратура. Чедович с товарищем оказались тут сбоку с припеку. Идея майора Леденцова очевидна. Те, кто похитил скрипку, могли быть из группы охотников за раритетами, если только эта группа существовала. В квартире, похожей на музей, в который одномоментно впустили табунчик туристов, Чедовича сперва приняли за газетчика, а потом почему-то за голландца. Знакомый капитан посмеялся, обрежь свои белокурые патлы. Но Чедовича интересовала суть в происшествия. Капитан, коллекционер-то жив? Да, отправили на всякий случай в больницу. Почему на всякий случай? Легкое сотрясение да царапины. Это после взрыва-то удивился Чедович? Какого взрыва? Еще сильнее удивился капитан. Который тут прогремел. Никакого взрыва, ложная тревога. А что же было? Хозяин квартиры зашел в туалет и пол провалился. Ну, шум, пыль, соседи в крик по моде террористы, взрыв. Поскольку Чедович удрученно смолк, капитан вознамерился уйти. И верно, никаких признаков взрыва, ни развороченных стен, ни едкого дыма с огнем, ни криков пострадавших. Фомин догадался спросить, почему же рухнул пол? А вы поозирайтесь. Они поозирались. Блеск хрусталя и лака, серебра и бронзы, позолоты и янтаря. Капитан этот праздник сияния истолковал вопросом. Неужели никто не польстился? Как? спросили оперативники в один голос. Путем подкопа под туалетом. Там следователь работает. Где? Не понял Чудович. Под туалетом. Майор Леденцов предвидел взрыв не взрыв, а покушались на раритеты. Они заглянули в туалет и ничего, кроме провала не увидели. Лишь голоса внизу. Оперативники через двор прошли в подвал, где пришлось показать удостоверение. Занято измерениями и протоколом, следователь на вопросы отвечал коротко и торопливо. Подняли пол, не рассчитали, и его часть вместе с унитазом рухнула. Как же сдвинули бетонную плиту, спросил Чудович. Самодельным домкратиком силой в 25 тонн. Следователь показал насвинченные трубки из какого-то сплава. Чудовичу было неудобно отрывать следовательно, но все-таки он спросил, сколько их было. Двое. Следователь показал на кучу глинистой земли, наваленной в подвале. Фомин уже там ползал и манил товарища. Чудович подошел. Отчетливые следы ботинок, уже обработанные следователем, после гипсовой заливки вмятины от каблуков и подошвы казались вычерченными. Нормальную обувь. И Чудович решился дернуть следователя еще раз. Извините, какой по-вашему размер обуви? 41 и 42. Ни их скрипачи. Да и не могли эти, где 41 и 42, так скоро пойти на новое громкое преступление. Следователь попросил ребят из своей бригады, кто-нибудь принесите ящик для домкрата. Двое оперативников ринулись к выходу из подвала. Чудович одного удержал. Знаешь, жители Тибета в туалет поодиночке не ходят, а только втроем. Глава 16. Следователь прокуратуры Рябинин сделал открытие. Теперь изжога возникала не только от реалии жизни, но и от прочитанного. Журналистка слезливо писала о женщине, матери, которая с детьми содержалась за колючей проволокой. Был естественно притянут весь мельтешивший в прессе набор гуманизм, права человека, суровость наказания, бедная женщина, а у нее пять судимостей. Чего только нет. Квартирные кражи. Перекодировала контрольно-кассовые аппараты и похитила крупную сумму. Отравила собутыльника с грудным ребенком на руках спрыгнула с балкона шестого этажа. Теперь живет в женской колонии с тремя детьми. Двое родились уже здесь. Ждет четвертого. Больна сифилисом. Гребинин швырнул газету подальше. Она залетела и опустилась на сейф. В сущности, не так злила преступница, как журналистка. Ему давно казалось, что на юристов, философов, журналистов, филологов, специалистов по общественным наукам учиться не надо. Молодые люди усваивают мысли да правила и потом штампуют ими всю жизнь. А она, жизнь, разнообразна. Не учить, а как? Загрузить умной литературой, читай, изучай, думай, пока не появится своя концепция, пусть неверная, отличная от официальной, но своя. В кабинет вкатилось солнышко, то бишь майор Леденцов, рыжеватая шевелюра, красноватое лицо, светло-замшевая куртка. Обрадовался Рябинин ворчливо, давненько не был. Кручусь по одному делу, убийство, хищение людей, кандидата наук украли. Каких наук-то? Филологических, толковый, хрен его знает. Почитал я для интереса его диссертацию, несет по кочкам Маяковского за воспевание революции. Рябинина умиляла свеженькая форма неспровержения авторитетов, не прямо, не в открытую, не с трибуны, как в былые времена. Хороший поэт, а у меня есть версия. Путем через версии. И чем невероятнее сочинялась версия, тем крепче она липла. Не домой, не в суп, а к любимой в гости две морковинки несу за зеленый хвостик. Кажется, так он Маяковский. Освободили кандидата. Связь с похитителями имеем, а не подойти. Просят выкуп? Ерундовый, две тысячи долларов. Проще выкупить. А кто станет платить? Ну, если работал в институте, то дирекция. Сидят без денег, научные кабинеты под сауны сдали. Боря, а жена? Рада, Радешенька. А друзья, приятели? За рубежом валюту стругают. Маяковский был отомщен. Леденцов снял куртку, тем самым давая хозяину кабинета знак. Следователь его принял и взялся за кофеварку. Попытно он решал физиологический вопрос. Журнальная статья вызвала злость с изжогой. Приход друга вызвал радость. Хватит ли ее, чтобы утихомирить изжогу? Боря, я знаю тебя лет пятнадцать. Если ты зашел, значит с каким-то вопросом. Обижаешь, Сергей. Хожу и по дружбе. Когда? На той неделе забегал. Сотню одалживал. Это высшее проявление дружбы, потому что у людей плохих и посторонних в долг не берут. В шкафу, придавленные бланками протоколов, стояли кофейные чашечки, светленькие и миниатюрные для натурального кофе. Не пить же из них порошковые, магазинные, да на столе заваленным бумагами, папками, фотографиями, на которых трупы в позах, не способствующих аппетиту. Поэтому Рябинин завел чашки другие, емкие, фаянсовые, тяжелые, как в американских полицейских участках. Сергей, у следователя хорошая память. А разве у оперативников хуже? Следователь в деле дольше копается и поэтому больше помнит. Прочел вчера. В городе Ельниково живет человек, который за десятилетний период помнит всех футболистов во всех командах по именам, какие и где прошли игры, сколько и кому забили голов. Представляешь, какой дурак живет в городе Ельникова. Ну, почему, дурак, слегка насупился майор, сам когда-то игравший в футбол. Боре, неужели ему больше нечего помнить? Им-то было о чем, тем более, что кофепитие к беседе располагает. Совместное планирование операций, выезды на происшествия, сложные допросы, протоколы посмеялись, вспомнив выезд в бордель, где клиенты бросились на них с кулаками, приняв оперативную группу тоже за клиентов, прибывших не в свое время. И Рябинин вдруг признался. Боря, а с памятью у меня возрастные проблемы. Какой же у тебя возраст? Забываю выключить свет и воду. Ванну перелил. Чайник у меня кипел до тех пор, пока не запрыгал на плите. Лида попросит что-нибудь купить? Забуду. Пусть напишет. Ага, даже напечатала список на машинке, чего купить после работы. Запираю вечером кабинет, список исчез. Ни в карманах нет, ни в ящиках стола, ни в сейфе, наверное, в мусорной корзине. Не угадал. Я нашел его через три дня. Где ты думаешь? Дома? Список продуктов я вшил в том уголовного дела по обвинению гражданина Бомбалеева в разбойном нападении на ювелирный магазин. Вот попало бы в суд. Да уж. Протокол изъятия краденого. Золотое кольцо девяносто шестой пробы, медальон с бриллиантом в четыре карата, бусы вьетнамского жемчуга, кулон с сапфиром и следующий лист. Сыру полкило российского, курицу нежирную и только неножки буша, сметану, но не развесную, помидоры грунтовые. Они посмеялись. Майор добродушно, следователь обидчиво. И налил по второй кружке кофе, ссылаясь на американцев, которые пьют его постоянно и везде, кроме туалетов. Рябинин удивлялся, что майор не задает вопроса, который напрашивается сам собой. Вопрос напросился. Сергей, тогда как же ты работаешь? Парадокс. Помню все крупные дела за 20 лет. Нет бытовой памяти, но есть профессиональная. Леденцов обрадовался. За ней он и пришел за профессиональной памятью, вернее, за советом. И рассказал про хищение скрипки. Скрипки Таплера. Рябинин не понял беспокойства майора. Впервые, что ли, крадут ценные вещи? Боря, это кража заказная. Мы отработали коллекционеров, антикварные магазины, зарубежные каналы. Пусто. Тогда давай думать. Они начали думать. Но что такое думать с точки зрения оперативно-следственного работника? Перебирать в памяти уголовные эпизоды. Боря, преступность специализируется. Есть, к примеру, пироманы. Только поджигают. Есть только детей крадут или квартиры чистят. Или карманники. леденцов понимал, что имени преступника следователь не назовет. Майору требовалось хотя бы направление, где искать. Хотя бы пунктир в нужную сторону. Сергей, хочешь сказать, что скрипку взял человек, который специализируется на краже скрипок? Нет. Ага, на музыкальных инструментах? Боря, измени ракурс. Глянь на вора не только как на охотника за прибылью, но и как на человека, имеющего свои пристрастия. Доллары, вот их пристрастия. Я вот уверен, что охотник за картинами карманником не станет. Майор знал за Рябининым слабинку. Поговорить на общие темы вроде смысла жизни или виктимности. Оно и понятно. Оперативники крутятся в массах, в своем коллективе, в учреждениях и офисах. Следователь же сидит один в кабинете и кроме вызванных повесткой людей не видит. Сергей, к чему мне эти беседы? Не помню фамилию. Лет пять-шесть назад судили парня, который брал только дорогие и красивые вещи. А ладька его засек на краже уникального мобильника из слоновой кости. Вот! И ведь он, помню, к долларам не прикоснулся. Какой вывод, спросил майор. Боря, есть личности, которые воруют только что-нибудь оригинальное. «Что может быть удобнее денег, на которые теперь все купишь?» Наша секретарша приобрела дерево квахуку, вроде бы хинное. А кураж? Лет десять назад из оранжереи было украдено тридцать ценных, ценнейших орхидей. Не помню ни оперативников, которые работали по делу, ни имени вора, а вот название цветов доротис пульхерия. Но попался он на другой краже. Думаешь, чего? Слона из зоопарка. Из Нии похитил редкоземельный металл родий. Его в год добывают пару сотен килограммов. Дорогой, в то время один грамм стоил восемьдесят долларов. В то время Леденцов поморщился. Розыск будет походить на добычу грамма этого самого радия, то есть родия. Преступление десятилетней давности. И дело даже не в этом. Сесть за компьютер, перелопатить архивы, искать придется не по статьям уголовного кодекса, а смотреть характер преступлений. по оригинальности и необычности. Но ведь эти люди или отбыли, или завязали, или волокут новые сроки, или умерли. Фантазии следователя. Сомнение Леденцова Рябинин увидел. Боря, это всего лишь одно из направлений розыска. У меня на все направления агентура не наберется. Одним агентом станет больше. Это кем же? Мною. Руководство договорилось передать дело о скрипке в прокуратуру. Тебе? Мне. Опять работаем вместе, бригадой. Майор улыбнулся во всю ширину своего рыжего лица. Рябинин радости ему добавил. И дело о буденовской сабле тоже мне. А его-то почему? Боря, тебе не кажется, что у этих краж один почерк?